Кадровые чистки продолжаются. В России задержали начальника главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова, пишет пропагандистская ТАСС. Отмечается, что обвинение касается предыдущего места работы Кузнецова, а именно 8-го управления Генштаба вооруженных сил РФ, службы защиты гостайны, которое он возглавлял с 2010 года и до мая 2023. В чем конкретно его подозревают, пока неизвестно. Российский проект ВЧКУ ГПУ со ссылкой на источник пишет, что генерал-лейтенанта задержали еще вчера. Около пяти утра контрразведчики в балаклавах и сломами вынесли ворота, и окна его особняка действовали жестко. В момент штурма в доме находился Кузнецов и его жена, бывшая сотрудница Комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Академии ракетных войск Министерства обороны. Журналисты пишут, что Кузнецова буквально вытащили из постели и увезли на допрос. Кадровые чистки в Минобороны РФ начались еще в апреле с задержания заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Его обвиняют в получении взятки в размере миллион рублей при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Если вину Иванова докажут, то ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Тимур Иванов активно дает показания, заявляет российский оппозиционер и политолог Валерий Соловей. 12 мая Путин сделал ряд неожиданных перестановок силам блоки России. Он сменил действующего министра обороны Сергея Шойгу на бывшего вице-премьера и советника по экономической политике Андрея Белоусова. Сам Шойгу стал секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева, которого Путин во вторник, 14 мая, назначил своим помощником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова